Опыт и скорость – главное на состязаниях «Автопрофи-2014». В выходные в областном центре прошел первый этап чемпионата города по авто-многоборью. Участники – пять команд из разных муниципалитетов. Здесь в основном принимают участие в соревнованиях мастера производственного обучения автомобильных школ. То есть те, которые учат водить вождение. То есть это люди, которые знают и умеют. Но есть новички. Некоторые подошли, заявились. Посмотрим, как они выступят. Состязания проходят в двух основных дисциплинах – фигурное вождение и слалом. Преодолеть все препятствия нужно за минимальное время. Для этой трассы оно составляет 1 минуту 50 секунд. Побеждает та группа, которая набирает максимальное количество баллов. Учитывается также личный зачет. В каждой команде четыре участника – два мужчины, женщина и юниор с 14 до 18 лет. Участники рассказывают – главное в автомногоборье – стаж, а не гендерный признак. Есть мужчины, которые есть очень хорошо, есть мужчины, которые есть очень плохо, с этнологичной женщиной. Зависит от человеческих качеств и мастерства исключительно. То есть как бы не по половому признаку, а по мастерству, опыт. Данила – самый юный участник соревнований. Родители сажали мальчика за руль с 8 лет. Сейчас Данилу маневрами не удивишь. С нетерпением он ждет совершеннолетия, чтобы получить водительское удостоверение. Каждый раз, когда мы ехали в загородном, в деревню, я все время хотел сесть за руль, чтобы просто почувствовать заново эти эмоции. Шуйская команда, в составе которой выступает Данила на состязание, приехала на стареньком ВАЗ-2107. Участники шутят – машина создает дополнительные препятствия на площадке. Заднеприводные, с убитым двигателем, с убитым сцеплением, без тормозов, без ручника, без всего. Просто полностью убитые. Сложно на ней ездить? Нет, ездить на ней легко. Так как мы уже натренированы, нас ко всем готовили. Для тех, у кого есть водительское удостоверение, некоторые элементы трассы знакомы. Параллельная парковка и заезд задним ходом в гараж входит в стандартную программу обучения вождению курсантов автошкол. К базовым элементам для профессионалов добавляют более сложные – эстафета, колея, крест и круг. Если трассу участник преодолевает более чем за три минуты, его снимают с соревнований. Крест – это четыре створа, они расположены в форме креста под определенным диаметром. То есть это минимальный радиус разворота автомобиля, который участвует. В данном случае мы видим легковой автомобиль. Круг, он же кольцо, это у нас тот же самый крест, только не четыре створа, а идет полностью ограждение и стоек. Состязание – настоящий мастер-класс для начинающих автолюбителей. Опытные инструкторы продемонстрировали искусство управления транспортным средством. Следующий этап автомногоборья состоится 7 сентября в городе Тейково. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.